Спасибо большое, многоуважаемый Владимир Алексеевич, многоуважаемые организаторы. Андрей Владимирович, разрешите, прежде всего, сказать, что для меня выступать в этом зале особенная честь. Я много лет с удовольствием работал в этом институте и сейчас вспоминаю с теплотой эти годы своей работы. И, естественно, люблю институт и всячески рад посетить его. И вот когда есть еще возможность это сделать в рабочее время за счет еще командировки, то это двойная радость. Но на самом деле, конечно, институт расцветает, он, Владимир Алексеевич, его здорово развивает, мы слышим. Мы действительно в ядерном смысле, ядерной медициной, все это тяжелый труд. Кто занимается организацией и работой института, тот понимает, что это очень важно. Поэтому спасибо, Игорь Алексеевич, за вашу такую тяжелую, но нужную работу. Тем более, что институтов, помимо такой опорной точки, как Андрей Владимирович, на Урале и в Сибири, таких очень мало. И это очень важно, тем более, что мы с вами говорим о том необходимости развития отрасли, которая есть. Поэтому и конференции нужны, и обмен опытом, и молодежной работой, это все очень важно, необходимо. Такие конференции будем только всяческим образом поддерживать. Теперь, что касается объединений, конечно, это будет большая честь для Ассоциации онкологов России, если такая авторитетная организация, главная вами, Андрей Владимирович, войдет в эту действительно большую, и причем люди войдут, которые занимаются огромным направлением, которое является сейчас действительно ключевым. Если мы говорим о фармакологии, то там нам сложнее добиться каких-то результатов, а здесь мы конкретно можем показывать результаты при грамотной подготовке и развитии дела. Потому что, на самом деле, конечно, Владимир Алексеевич правильно сказал, что по многим вопросам у нас уже есть понимание, есть достаточное количество аппаратуры, но в то же время нам не хватает кадров, нам не хватает законодательной базы, нам не хватает понимания. К сожалению, нас одолевает туризм радионуклидов, которые уезжают за одну цену туда и возвращаются назад. Очень много проблем, которые нам надо решать вместе. А для того, чтобы это все решать вместе, нужно, конечно, объединиться. Ну, теперь разрешите, перейду к докладу. Вот я должен сказать, что, конечно, было все до этого у нас замечательно, и 70 лет было все замечательно, даже больше, но с онкологией, с радиологией все умалчивалось. В первый раз за многие годы президент Российской Федерации действительно обратил внимание на нашу работу. И мы, конечно, сначала очень ожидали, что хлынут какие-то деньги, но в основном сейчас идет работа в организационном смысле, потому что у нас в стране уже давно просто так не дают деньги. Нам нужно доказать, создать программу. Поэтому эта программа сейчас начинает работать, надо обосновать. Например, мы же столкнулись с такой историей, которая страдает сейчас химиотерапевтическая ситуация в регионах, когда профицит бюджета до миллиарда доходит в некоторых регионах, не могут использовать те деньги, которые пришли на химиотерапию. Не могут использовать, потому что вроде все есть. То есть доступность, деньги есть, а лечатся либо старыми схемами, либо не меняют схем. Есть проблема, есть проблема, а деньги хлынули. Значит, какое нас ожидает опасение, от чего мы тревожимся, что может сейчас произойти. Обычное, как бы я поступил, я сказал, вот вам дали деньги, а вы ничего не использовали. Значит, вам не нужно, значит, вы просто являетесь шарлатанами, которые просто обещали, но и не сделали. Ну, как чиновники относятся к этому вопросу? Мы понимаем, так всегда было. Бюджет не тратишь, следующий год бюджет сокращают. Но у меня такая опасения есть. И при этом мы должны достигнуть очень серьезных целевых показателей, и они действительно амбициозны. Вы помните, какие у нас сейчас, это 197,3 десятых, а мы должны добиться 185 в случаях на 100 тысяч, при этом доли злокачественных, выявленных на ранних стадиях, 50,63, а это сейчас не больше 56%. И то мы сейчас столкнулись с очень серьезной ситуацией, с неправильным стадированием и с неправильной отчетностью во многих регионах. Например, мы видим, что смертность от онкологических заболеваний падает. Начинаем смотреть, безумно возрастает смертность от других причин. Поэтому многие случаи зарыты просто там. А если нам дают неправильную статистику, то есть, как мы можем анализировать на местах. Об этом сейчас тоже очень много говорят. Говорит об этом и министр здравоохранения. Если на следующем слайде я это попробую продемонстрировать. А так амбициозные действительно вещи ждут. А посмотрите, какая одногодичная летальность. Одногодичная летальность тоже должна быть 17,3 десятых процентов. Она сейчас 22, и мы счастливы, что не 27. А ведь она у нас остается на самом деле 4 года. Таких вот по рабочих, когда мы уже будем оценивать. Тем не менее, мы должны сказать, что у нас в отрасли уже команды больше 8 лет. Министр много делает для этого. Ей очень непросто. Непросто потому, что ей невозможно назначить ни одного министра. Она, собственно, согласовывает их. Они все подчиняются губернаторам. И есть такое тоже несоответствие. Я встречал в некоторых регионах, вы знаете, я много езжу, как один из главных онкологов. И должен вам сказать, что есть регионы, где просто стоматологи, которые лечат губернаторские семьи, являются министрами. Что совершенно допустимо. Которые идут в частный кабинет после двух часов из министерства. И таких много. И они подотчетны только этим людям. И их совершенно не интересует статистика. А если мы говорим о статистике, это все равно, что взять и раздать всех руководителей больших военных частей губернаторам. Это будет настоящее княжество. Поэтому влияние крайне низкое министра на эти вещи. И вот все эти вещи, которые мы декларируем и стараемся, собственно, они являются рекомендую, рекомендательными. Что касается нашей предварительной работы, работы с Академией НАУ, которая тоже хочет включиться в эту работу. Это те передовые методики, которые сейчас надо внедрять в современную онкологическую службу, чтобы мы с вами не отстали. Вот лишь крупными мазками это иммуногистая химия, которая, к сожалению, не везде. Правильный забор клеток, правильная подготовка материала, подбор терапии инвитера, секвенирование забора ополихолевого материала. Это все те фрагменты, на которых стоит качественная онкологическая помощь. И стоит, конечно, борьба с химиорезистентностью и с радиорезистентностью опухоли, которая деляется в мире огромное внимание. Сейчас действительно есть достаточное количество оборудованных лабораторий. Не хватает логистики, которую мы, кстати, это вина и наша тоже, я не говорю об этом, но, к сожалению, это и есть. В современном состоянии лучевой терапии есть возможность, это такой мелкий слайд, я хочу попросить за него извинения, но это лишь для того, чтобы мы показали, какие паспорта сейчас в регионах есть. Есть те параметры, которые нам необходимо отслеживать для того, чтобы мы с вами имели нормальное представление о ситуации в том или другом регионе. На сегодняшний день мы имеем 76 гамма-камер, 84 аппарата для АФЭТ-КТ, 32 позиционных эмиссионных томографов государственных, 65 всего. Вот видите, 65, и в то же время должен вам сказать, что из этого парка диагностического оборудования, к сожалению, есть устаревший аппарат, срок эксплуатации которых превышает 10 лет. Так, например, из общего количества АФЭТ-КТ 16 аппаратов используются более 10 лет, и это составляет 19% от общего числа. В процентном же соотношении за прошедшее время отмечается, как вот я пытаюсь показать на этом слайде, количество АФЭТ-КТ аппаратов возросло на 15%, в то время как количество исследований возросло на 72%, что говорит о увеличении от общего нагрузки на действующие томографы. АФЭТ-КТ ситуации на преувеличение количества действующих сканеров на 81%, количество исследований увеличилось только лишь на 51%. Данные показатели свидетельствуют о снижении общей загрузки сканеров. Вот так вот выглядит лучевая терапия. Я вас хочу обратить ваше внимание только на одну историю, что мы пока еще, конечно, протонную лучевую терапию не запустили государственную в том объеме, который нужно. Но мы нуждаемся, конечно, и в 250, не меньше, дистанционных лучевых терапий, аппаратов, ну, хотя бы шестимайных. Так вот выглядит о том, говорили, мы сегодня говорили о дефиците, что у нас менее 50 коек, так называемых активных коек. По раку щитовидной железы это Омск, Москва, Обнинск. И вот институт, в котором мы имеем честь находиться, тоже работает в этом направлении. Вот, и на моей памяти были созданы эти коеки, Петрозаводск, Нижний Новгород, и Благовещенск. Это только работает по тереотоксикозу. География радионуклеидной терапии в России, вы видите, совершенно практически пустой у нас, Дальний Восток. И Якутия, в Красноярске работает центр, мы в нем были, который построил ФМБА, прекрасный центр, современный. Поэтому здесь вот, в некотором смысле, но Андрей Владимирович совершенно прав, дефицит достаточно большой. Вот на ваш ответ, на ваш вопрос, Андрей Леонидович, многоволожаемый, вот эти 5 изотопов, которые мы вам представляем. При этом нужно сказать, что в Российской Федерации наш рынок крайне ограничен. Это пока что технеций, ЙОД-131, Стронций-89, Самарий-15. Не развито использование таргетных препаратов, не развито тираностика. Однако, потребление основной продукции в Российской Федерации примерно в 100 раз ниже, чем в США, а население ниже всего лишь в 3 раза. Ключевыми проблемами является эта квота ВМП, которая не покрывает стоимость. Более того, мы сталкиваемся с вопросами дороговизны наших радиофармопрепаратов, в том числе, например, с нашим соседом, Невхием Карповым, который вообще находится через дорогу в Умнинске. И когда мы говорим с ними, они говорят, что, вы знаете, ну, понятное же дело, у нас маленький рынок. Как будет маленький большой рынок, когда препараты дороже, чем польские и венгерские? Это же просто даже трудно оценить. При этом, я должен сказать вам, у меня есть такой слайд, я его сюда не разместил, что внедрение лютеции 177-го Соединенных Штатов Америки ожидает рост рынка на 26 миллиардов долларов. Можете представить? Конечно, они будут всячески бороться за то, чтобы нам не отдать этот рынок. К тому же, мы его и не очень-то осваиваем. Вот, пожалуйста, если мы с вами освоим ИТРИ, который мы с вами на микросферах будем вживлять с помощью эндоваскулярных технологий. Мы тут с вами тоже, одна процедура стоит в Австралии 60 тысяч австралийских долларов. Поэтому мы с вами можем тут понимать и в том числе и ту составляющую, которая называется коммерческой. Вот наиболее перспективный радионклид для диагностики и терапии. Это сочетанный слайд, я его брал еще от Сумермана, который является сейчас совместителем, работает у нас в институте. Это человек, который во Франции изобретает радионуклиды, он в Омнинске сейчас совмещает, является моим советником. Поэтому этот слайд, я себе позволил даже не обозначать, что он в Сумермановске, это наши слайды, разработанные вместе. Поэтому вот то, к чему есть, причем нужно сказать, чем ценен этот слайд. Потому что уже не нужно будет прыгать в тот поезд, который идет. Понимаете, нагоняя вагоны. Это уже те вещи, на которые они заточились, которые будут через 5-7 лет работать за рубежом. И выброшены те вещи, на которые были уже именно зарассказаны деньги, которые не пошли как перспективный препарат. Хотя вот из тех альфа-эмиттеров, которые есть, мы сейчас призный центр по использованию альфа-эмиттеров, мы сейчас собираем в Омнинске, входим в клиническое испытание альфа-эмиттеров. Тоже там могут быть еще после клинического испытания. Это не обязательно эти препараты, которые войдут точно, но как перспективными являются. Российские разработки слабые. Я неоднократно говорил об этом с руководством Росатома. Я являюсь членом рабочей группы, экспертной группы в Росатоме. Я все время об этом говорю. Но вот, к сожалению, пока такая вот история. Я думаю, что это медицинские циклоны с энергией протонов 12, 18, 30 МЭФ, которые, конечно, сделаны не совсем для нас. Оборудование для производства радиофарм препаратов еще не запущено. Диагностическое оборудование ПТКТ, ПТКТ-сканеры, которые мы тоже только лишь планируем. Это все нам нужно. Линейный ускоритель с энергией 6 МЭФ. Сейчас у нас должен быть размещен в Каньоне. Мы выиграли в Эдгрант. Будет следующий слайд по КЛТ. Брахиотерапевтические комплексы для контактного облучения с источниками иридии и кобальта. Об этом я сказал в своем начальном докладе и Андрей Владимирович Важенин. Мы с этим согласны. Нам давно уже пора перезаряжать самим. У нас выезжает кобальт установки в Канаду за 40 миллионов, возвращаются за 260. С помощью просто смены внешнего вида аппарата. Ну и линейный ускоритель с энергией 10 МЭФ. Они очень нужны для стерилизации медицинских изделий, пищевой, сельскохозяйственной продукции. В Калужской области стоит сейчас такой комплекс, который радиоактивная обработка зерна. Это ребята, которые действительно получили очень коммерчески большую выгоду. Вот так выглядит российский протонный комплекс. Мы приглашаем вас посетить его, просто посмотреть. Мы там много перестроили. Вот этот лес сейчас в зеркалах, которые отражаются. Сейчас там уже леса практически нет. Не потому что протонный комплекс так работает активно. А потому что там сейчас строится центр доклинических испытаний радионоклеидов. Там вырублен лес, и сейчас напротив будет стоять большое здание, там порядка 7500 квадратных метров с виварием. Это деньги, миллиард, который нам дал Минпромторг. Вот так открывался протонный центр. К сожалению, тоже вам сказать, что мы тут тоже потеряли здоровую инициативу, потому что у нас прибаливает конструктор. У нас же так положено в стране, что сначала они делают что-то новое, а потом их начинают доводить до инфаркта, до двух инсультов. Сейчас, когда надо делать горизонтальный столб, и мы его делаем, то очень медленно, потому что Владимир Егорович прибаливает. Поэтому мы здесь боимся, что мы потеряем тоже здоровую инициативу дальше, несмотря на то, что этот аппарат очень нравится. Нравится в том числе и нашим зарубежным коллегам, заинтересовались наши японские коллеги. Действительно, очень маленькое кольцо. Действительно, это возможность контролировать с помощью дигитального компьютерного томографа, который строим в систему наведения. Сейчас мы занимаемся вот таком авторском коллективе, который вот здесь указан. Мы выиграли грант, грант 250 миллионов рублей, который по внедрению КЛТР. Вы знаете, что у нас были очень разумные предки. Они нам оставили в Обнинске 17 пустых каньонов, которые абсолютно подходят. Там сейчас станет Элиос, который из Санкт-Петербурга, потому что они не довели его в Петровый институт. Нам он очень нужен, потому что у нас большое количество экспериментальных и мелких и крупных животных. И, конечно, в научном смысле это нужно. И мы надеемся, что КЛТ, это разработка со стороны Росатом, ведет академик Смирнов Валентин Бандилимонович. Вы знаете, что это сначала был аппарат, который был создан для того, чтобы пропускать в рамках для безопасности, в том числе и в Сочи. Вот теперь будет эта машина. Мы любим переделывать из оружия. Все, посмотрим, как это будет работать. Но будем надеяться, что это будет действительно шестимэрный. Мы работаем и считаем, что нужно, чтобы мы с вами занимались дозиметрией. Почему? Вот это как будто была бы забытая лаборатория. Она очень ценится, в том числе и наши сотрудники ездили в Фукусиму, выиграли грант. Это известные очень у нас профессора, которые занимаются этим вопросом. Мы тоже можем это тиражировать. Они ждут от нас. Это, кстати, может быть очень хорошим продаваемым, продаваемые опции. Но, однако, для любой системы или комплексного решения, почему я показал этот слайд, здесь нужно, чтобы участвовали все. К сожалению, нам не удается достигнуть консолидации между РУСАТОМ и конструкторами. Независимо, что мы это все призываем, кричим, все равно работают все отдельные. Мы не знаем, кто работает в какой лаборатории и что вообще происходит в соседних лабораториях. Нет у нас консолидирующей способности и большая сложность в том, что финансирование идет по разным направлениям. Для того, чтобы финансировать совместный проект, невозможно подсоединить и разные структуры, в том числе и Министерство науки с Минздравом, РУСАТОМ. Нет таких у нас законодательной базы, на которой мы могли бы действительно представить проект не только грантовый, потому что гранты еще надо выиграть. Но если это перспективный проект, как субсидия, мы его не можем провести. Новые отечественные разработки для радионуклидной терапии я уже заканчиваю в 20 минут. Вот тоже этот слайд я готов оставить. Вы видите то, что нам нужно, то, что делается в том числе в центре имени Бурназянов. Вы знаете, что нам нужно обязательно расширять наш спектр, в том числе для неэндокринных опухолей, для диагностики, лечения, для создания радиотерапевтических пар. Вот радиосинвектомия, скажем, да. Да сейчас из Англии к нам приходят запросы, а мы не можем этот препарат для того, чтобы лошади лечить. Лошади, это коммерческий очень проект, но тоже сложности с законодательной базой. Говорят, почему не продают свою. Мы готовы, у нас есть уже. Он прошел доклинические испытания для лечения синвитов, радионуклид и прошел у нас. Но мы не можем его делать от того, что у нас нет ни лицензии, ничего. А мы еще не прошли клинические испытания. Англичане готовы его покупать. Новые возможности брахитерапии. Вы знаете, что мы первые в мире провели в Институте лечения брахитерапии неоперабельных поджелудочной железы. И у нас уже 4 случая. Занимаемся мы и внедрением наших источников. Никто не может сделать для нас иглы. Феи делает вот такие вот проблемы. То есть мы можем дешевле продавать источники, однако у нас вопрос с иглами. Делаем мы брахитерапию печени, особенно метастатическую печень. Сделали мы первое введение нитрия эндоваскулярное в Омнинске, вы, наверное, читали. Первая радиомбилизация прошла. В следующей радиомбилизации на следующей неделе. Благодарю вас за внимание. Вот такие проблемы. Хотел обратить просто внимание широким мазками. Извините, если замучил долготерпением. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое.